20 октября, день Сергия, назван в честь преподобного отца Сергия Нуромского, чудотворца Вологодского и Абнорского. Он жил на территории Греции, но пришел в Россию, чтобы стать учеником Сергия Родонежского. Спустя некоторое время он отправился на север к реке Нурме, чтобы уединиться там для молитвы. Там Сергий переживает большое количество соблазнов. Постепенно вокруг него начинают собираться монахи, в результате чего образуется Нурмская обитель. Сегодняшний день называют днем Сергия Зимнего. Считают, что с него начинается зима. Сегодня утром крестьяне сначала отправлялись кормить скотину и только после этого садились завтракать. Печь в этот день растапливал самый младший член семьи. И все потому, что верили, если так делать, всю зиму в доме будет тепло. Разносолы, чтобы они не испортились, опускали в омуты на длительное хранение. Зимой температура подо льдом примерно одинакова и не падает ниже плюс 4 градусов. Это достаточно удобно для хранения припасов. Весной лед таял, хозяева доставали припасы и на их столе были вкусные соленья. И это весьма вовремя, так как еды к этому времени оставалось мало. Сегодня существовала традиция. Женщины надевали новый платок на голову, верили, что это защищает от головных болей в течение зимы. Также умывались кислым молоком для сохранения молодости и красоты лица. Приметы. Если на серьге земля снежком покроется, через месяц быть в зиме. Если снег выпадает на мокрую землю, будет лежать долго и наоборот на сухую быстро стает. Если сегодня хорошая погода, такой она будет еще 3 недели. Если лунна мутная и бледная, в ближайшее время начнется снегопад. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.